МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они принимают очень серьёзную нишу в Мелькесском районе. Это 56% по молоку и 58% по мясу КРС. То есть они уже лидеры, уже больше, чем сельхозпредприятия. Фермеров старается поддерживать государство. Это программы «Начинающий фермер», «Агростартап», «Семейная ферма». Свою продукцию фермеры реализуют через торговые сети области, местные небольшие магазинчики и на ярмарках. Осваивают сельскохозяйственники и другие форматы торговли. К примеру, через интернет-магазины и соцсети. Только в этом году около 38 миллионов рублей было направлено на поддержку малых форм хозяйствования через, имеется в виду, через государственные программы поддержки из федерального областного бюджета. В частности, в программе «Агростартап» от Мелькесского района победителями из 15 грант-получателей, пятеро у нас из Мелькесского района. Один из примеров развития малых форм хозяйствования – сельскохозяйственный кооператив Гузели Берхеевой из Муловки. В 2017 году она победила в конкурсе «Начинающий фермер» и получила грант, который стал главным толчком для дальнейшего развития ее фермерского хозяйства. С этого все и началось. На эти 2 миллиона 10 племенных коров поставили холодильное оборудование, построили ферму. На сегодняшний день у нас 24 коровы, порядка 18 крупнорогатого скота – это телочки-бычки. В 2019 году фермер создала кооператив. Сейчас туда входят 23 личных и два коллективных фермерских хозяйства. В планах увеличить поголовье и привлечь минимум 60 новых членов кооператива. В хозяйстве производят всевозможные молочные продукты – брынзу, кефир, ряженку, йогурт, масло, творог. Реализация – через магазины под собственным брендом. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Уллправда ТВ.